добро пожаловать на канал фан-клуб total war с вами кос 4 уже сериям играем средневековья тотальная война 1 средневековья medieval total war и уже 4 серия прошлой серия закончила наше полномерное такое безмятежное развитие до битвой с полстанцами в гену и мы получили там поражение как мне кажется достаточно случайно но возможно даже это и не так но это понимание придет через битвы плюс мне нужно просто вспомнить некоторые аспекты реально тактических битв потому что одним из главных для себя личных условий которые оставил в этом прохождении что я буду пренебрегать авторасчетом стараться максимальное количество битв проводить именно в тактике чтобы вспомнить это дело все несмотря на то что ну конечно тактические бои медиула выглядит сегодня ну мягко говоря не презентабельно но там есть свой свой свое очарование этих битв и она заключается именно что в боевом балансе то есть как действуют юниты в тех или иных условиях совершенно по-другому работает отряды которые вырываются из засады сильно погоды действует на стрелков там зависимости от той же местности да то плохо действует кавалерия некоторые отряды предназначены только для чарджи до удара вот другие для того чтобы сдерживать но очень много работы модификаторов которые так или иначе оказывают влияние на мораль войск а здесь самое главное то есть здесь опрокинуть все воинство как нечего делать вот ну и конечно роль генерала очень велика я первую битву как мне кажется провел достаточно расслабленно опираясь на опыт последующей игры тут у вас здесь на немножко перестроиться но ничего я игрок опытная это сделаю вот другое дело что наверное очень хорошо что такая битва произошла чтобы сразу сходу показать что это не просто очень атмосферная игра и зачарующие карты с фишками до заставленными а это достаточно серьезные бои несмотря на то что они выглядят не очень круто с точки зрения внешнего вида да они очень крутые по содержанию но мы будем это все вспоминать итак давайте продолжим значит первым делом мы отошлем рудольфа к отцу но он получил такой трейд что в армии оставлять нельзя хороший бегун до минус 3 боевого духу вот при отце находится но наверное брат да не отец брат оператор конрад они все братья при нем находится принц а лотар который у нас не нормально имеет рейд минус один был он дух ну помните он там то мальчиками увлекался еще что-то но при этом великий воин при успех здоровья поэтому это лучший вариант он возглавит бургундскую армию которая сейчас провансе даже знаешь как иди прованс да так посмотрим кстати что у нас общественно порядка все хорошо все хорошо так эти ребята вы вернулись из плена поэтому если ничего сделать не можем все лучники пойдут на переобучение в швейцарию эти отряды тоже пошлем на петлю в смысл их переобучать на этом их объединим и пошли на переобучение хотя можно и нанять просто за один ход переобучиться вот чем преимущество нанимать новый да наверно мы даже два отряда пошлем так копейщики пойдут бургундию переобучаться что прощение этот кашель будет не сопряжать чуть чуть ли не до весны строится у нас барки баркасы так что там еще бы немножко потерял нить стратегия так давайте быстренько пробегусь по провинциям где-то по моему нужно налог поднять короче начну с ревизии так помирание здесь мы ничего не делаем здесь до сих пор еще не назначен герцог так бранденбург тоже герцог не назначен а как это так я пропустил арнольд зайдерсдорф кстати про него трейд и приходили до счета вот верующий рыцарство ой какой классный давай блин я сразу за него там принцессу так придется снизить все таки ну 400 было флоринов нормально так здесь дописывай вечером у меня под вечер всегда начинается кашель вот где франконе нужно будет поднимать конечно так но и бастионы у нас построились да это это хорошо это значит церковь будет да здесь значит наймем епископа и пошлем его в помиранию повышать уровень католической веры так в швабе будем однозначно строить мастерскую доспехов и мастерскую и заготовителя копий потом к не за какой ни разу заводчика и королевский королевскую резиденцию да вот еще бы цех доспешников феодальные рыцари были бы коны сердца сержантов даст мастерская изготовители копий вот уже будем иметь но и сам по себе конезаводчик даст арбалетчиков конных вот от всех доспешников королевское поместье одежды королевские рыцари почему их нет окраски рыцари просто будут доступны королевской резиденции ну вот короче такие планы по франконе продолжаем ревизию так ты кстати чих пуш герцог саксонии так и сиди в саксонии а где герцог франконе франконе лорд фон дассель а походе да но оставим сюда отправим крестьян так богемия все здесь нормально шваби повышаем налоги да много где надо было поработать отлично встаем ход так как где у нас знаете кто эмиссара один пускай швеции пасет ситуацию один при при императоре пускай будет оператор напомню у нас конрад третьих до того был его отец конрад 2 реванш будет ли в геннами не знаю посмотрите итальянцы пытаются отбить мы продают незначительные силы эпидемия баварии это плохо церковь построил шваби так любит дэр шпольцы нет меня не интересуются те люди император конр строитель получил то есть это удовольствие будет здесь да так смотрим почему ты иногда эти отряды не берутся я не понимаю почему эти не могу взять то я могу взять то и не могу ладно сейчас может быть установится это дело вот ведь блин почему я не могу взять ты не понимаю так ладно в любом случае шваби швейцарию дим вот это вот блин он должен идти не швейцарию он должен идти блин что с ним не так то с этим отрядом блин хочу понять почему я не могу взять эти отряды так ладно сходи пока бургундию это герцог прованский лорд фон фон книпроды разве его так звали по моему по-другому заваляло мне кажется тоже шваби сюда так 2413 ларинов у нас эти корабли построились давайте закажем сразу еще барку здесь барку здесь они у нас по 750 по 700 это 1400 косарь еще есть вот это что даст судоверфь возможно улучшение гильдия кораблестроителей нужен компас главное корабельный мастер нужен компас так корабли главный инструмент морской торговли источник богатства и силы любой морской нации без контроль над морем не может быть гарантирована безопасность побережья и ни один торговец не сможет получить облагаемый налогом доход в боках построят первые корабли которые необходимы правителям для защиты побережья но я не вижу чтобы здесь какие-то корабли он строил ладно построим здесь факторию шотландии англичане вторглись ой французы уже в британии что еще посмотрим действительно мерсию вторглись скоро будет помог контрольная точка отчий дом до следующий ход 1125 но мы наверно наберем столько же еще 1326 будет так надо привести войска в порядок попробовать отвоевать взять реванш за неудачный поход гены так ну чё вы дуплились блин почему я не могу взять их вообще чё за хердя это какой-то глюк что ли ли что это это баг почему но хоть так как-то я их короче вывел из этого состояния но я думаю что это баг ну а что это еще может быть так опять у меня тут очень много всяких копейщиков это не совсем то что мне нужно не хотелось бы тратиться на наемниках болгарские разбойники быстро двигаются слабый дух вооружены луками но быстро двигаются и много кушают те желудочники у меня 75 просят так я не понял чё выдаем не выдаем не оставь оставим оставим так здесь появится раз отряд здесь раз отряд будет пускай император сходит в походка я короче хочу взять реванш вот меня подмывает прям вообще ничего не хочу здесь нанимать все погнали ожидаемое восстание в шотландии так фактория в саксонии ну да мы еще взяли транс очков 26 ну впереди в византии вижу стали все при своих один балл так но это же сами понимаете пока еще никто с кем-то и с кем толком не воюет такая начнут драться будут распадаться эти державы и все эти очки будут теряться но видите воюте же византии воюет с султаном ну короче с турками французы с англичанами и все больше никто не с кем не воюет певать как мир затянулся так сможем их рыцарем то разбить но подожди вот этот ряд сюда же перекинем так ты тоже обучайся викинги 250 копейщики так 2245 флоринов у нас казни доход 1237 шваби построила церковь нужно будет здесь нанять потом слушай сколько будет стоить подкуп а в натуре муж их подкупить так пруссии смотрю поляки дождь италии умер а нет никаких договоров с мусульманами арнольд фон каст каст клиент что ли блин приятный с этим ужасом там крестьяне сидят принц людвиг бесстрашный герой плюс до доблести плюс два былом духу то саксонии девцы пургундский тихо лучников я пошлю на север в армию принца людвига так ночью вот так вот сделаем два корабля до блин мне нужны деньги на подкуп и здесь два корабля я не вижу здесь портов и сардинии есть порт но так король венгрии представился король польши фигасе король англии прям серии гибели смертей правителей голод где у нас прованс блин это плохо предложение брака опять король санча не 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 хочу с арагоном так что там у нас значит вот мне кажется здесь атака идет атака идет на генуя нет или до 2004 попробуем действительно купить цензор генуя гвида фазану так здесь строим факторию а здесь у нас нет товаров поэтому фактор никакой не будет вот здесь надо нет здесь есть и здесь есть давайте посмотрим что дает торговля так это помирание тридцать четыре саксония вот посмотрите уже местной торговля помимо прочего еще на 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 ртумбе и дания то есть мы в англию вышли да и вдалию на ртумбре и дания 69 пошел доход фрис ландия тоже пошла наше это как ее шерсть учетом шерсть на в данью надо балтику поставить еще флот нанимаем корабли так ну давайте дальше что спорку король да не умер ваш взятка принято отлично души талии прислал эмиссара предлагает союз давай принц герман наиболее красноречив это плюс два к наборсти плюс два к сообразительности то которой бавария с армии стоит и он же нет это принц людбек это в саксонии невероятную жатва то плюс три к доблести плюс три к былому духу слушайте ну если мы получим сейчас лояльный 100 лояльный 100 конечно конечно бастион заменится на замок короче чё гадать 1448 флоринов у нас давай корабли так что мы здесь открыли сардиния здесь нет ресурсов время нет порта в неаполе тоже нету надо дальше двигать но если бы они не взяли бы взятку был бы даже на интересней провести еще одну битву так гены завоевана мы еще денег получили лояльность здесь сразу упала мы получили войска посмотрите нет смотрите бастион остался лучников можно нанимать да да ну чё к виду и назначим правильно лояльность и грамотность гвида он же как говорится заслужил да разбил имперскую армию но принял деньги как говорится иногда воины выигрываются не на полях сражениях а записанным столом так нам нужно здесь порядок поэтому армия будет здесь ну и мы из этого гвида выдадим нашу принцессу конечно же так что у нас по империи будет здесь корабль здесь через два хода так 2 688 церковь здесь строим это лучше общественный порядок так в швабе нанимаем кардинала вот эти войска уходят в бургундию так что еще но я могу же еще потратить деньги давайте франконе заложим бастион тоже будем двигаться дальше кузню там строить здесь железо есть по моему это как-то связано что если французы на я захватили в эссекс я так понимаю нет версию до француза француза самый сильный ну вот жди беды и король француза умер кстати благочестивый принц людвиг вот тут можно уже повышать налог здесь кстати исторически известны отряды геноевские моряки как бы их найдет непонятно то есть нужно будет построить мастерская по закреплению луков и порт спортом будет генуевские моряки упор здесь обязательно построить чуть позже так мы чем можем зайти в балтийское море пушки по-прежнему скандинавия ребельская швеция шведская норвегия скандинавская скандинава дешево так давайте нашего епископа венцельдербар знание проповедь задание проповедь он проповедь проводит в обедом нужного в померане да здесь очень много язычников наймем еще одного да ёлки-палки восстание швейцарии как я пропустил такое вообще рубаят мы послушные куклы в руках творца это сказано мной не ради словца нас по сцене все вышли на ниточки водит и пихает сундук доведя до конца как и поэт амар хайям также физик математика астроном интеллектуал его присутствие смягчает религиозный пыл в турецких провинциях но дает правительный плюс один сообразительность это число готов так гвиду расписался с нашей принцессой принц герман сибарит минус 2 доблести арнольд плиттерсдорф чё медаустый минстрик ужасу плюс 2 сообразительности что это такое медаустый так как я пропуску прозевал восстание непонятно богини тоже и чё там появилась ерунда там появилась почему здесь вообще войск не было чё то я не пойму так короче герцог бургундский плиттерсдорф блин что случилось с герцогом прованским я не помню к не продают этого так очень что изменилось название ну ладно ими так доход 1118 продолжаем значит корабли зашли это чей флот неужели Сицилия нифига себе так вот подсветилась карта ну вот сейчас по идее торговля должна быть более широкая так ну ка помирания нантубри дания саксония но все те же на манеже все те же ну ка а в Исландии дания а здесь что мы ни с чем ни с кем не торгуем так нанимай корабли и купца оставь купец нам обойдется тысячи флоринов флоринов так здесь тоже надо кораблик нанять и поставить пограничный форт ну а в гены церковь строится да как здесь порядок очень низко 140 ну можно армию по-моему уводить уже я просто боюсь что французы ну вот так вот тем более церковь построиться будет лучше пускай так сдаем сразимся сразимся это конечно будет не читат бою в гены но все таки вторая битва так ну это альпы да швейцария начать атакуют вражеская армия вроде да у нас же было написано оборона правильно все верно в романе в наше время и в наше время и и и и и в и и и о как далеко стрелять вот с высоты то короче максимальных обстреляем и спустимся на них стремительной атакой наших ополченцев блин дождь пошел на джо к засада первый залп минус 4 минус 6 смотрите должно кто-то строй сделали большой щит в дождь лучники стреляет хуже насчет позиции мы уже смотрите уже сколько нанесли такую потеряли двух бойцов меняем позицию были они меня зацепили ты посмотри они меня зацепили смогу и вести в огонь да полчаса это не сладко приходится давай еще зал блин как они бьются то вообще исполнить и моих копейщиков до гена сколько они держались а тут из горы и на них атака и блин ну читерство читерство а и ну да последнюю что будет биться вражеский генерал убит мерзавец наконец-то получил по заслугам ну вот и все блин ну тяжело бои даются вот честно скажу прям меня это очень сильно настораживает но ученики тут хорошо настреляли почти все что потерял противник это отстрел лучников ну чё конец будет битвы да мне ополченцы больше убили даже пленных взяли нас освободить да что такое откуда я сам богатый чё ж все такие бедные повышение ранга один из ваших и начальников выиграл бой нет выиграл более битв чем проиграл и достиг своего первого ранга лорд плантердорф ну понятно ограниченный форт провансе почему тут восстание то вообще откуда оно взялось лучники мне это нужно здание да лучники хирушники давай конец все таки да на всякий случай так ну как же так ну правда восстание невелико но все равно меня это очень сильно расстраивает не здесь кстати тоже вероятность восстания церковь сейчас построить давай короче копейщиков здесь оставим будет все нормально да так сколько у меня здесь кораблей два то есть мы можем кого нибудь направить например в сицилию так это лягурское море а есть пионский залив лионский залив лионский тут я не вижу что по порту были поэтому так вот сделаем так здесь французов уже из корабли да все уже с кораблями 1178 да напряженно напряженное состояние потому что может начаться война я не уверен в своих полководческих способностях но посмотрим все таки у противника и смотрят армии такие вспомним научимся вспомним как то что я помню у меня были какие-то фееричные феерические сражения вот прибалтики когда монголы перли этом останавливал пачками разные были но это было так давно разные сражения были так две тысячи сто девяносто надо продолжать дальше развиваться так самые богатые давайте посмотрим провинции богими давайте постима поставим сразимся просто атаку во боевой дух минус один нормально в первый раз такой же а а а а сука ах ты сука два выстрела 2 рыцаря убиты пылища смотрите поднимается ну и посмотрите карта какая но опять нам карту попалась пустая такая карта бывают постройки всякое бывает небо они убегают но видимо они не будут сражаться так и будет генерал этот сифилитик слишком легко отлично озвучка на курсе ки восстания у нас большие проблемы но вот церковь построил в гене так у императора дел родился сын вот гене более-менее стал порядок так императора отведем швабер что за восстание не могу понять откуда они взялись слава богу неси не серьезные так мы прислали корабль в сицилийский пролив давайте посмотрим насчет прованс блять я его не вижу что там доход упал что ли в провансе быть такого не может правильно 433 это самый большой доход а а у 1 до смотрел что ну да здесь нету доход от торговли потому что нечем торговать так агены то же самое но очевидно здесь нужно строить порт да и я хотел шваби начать строить насчет давайте королевские королевская резиденция потихонечку в кавалерию будем уходить так что ж такое корабли строится таверна даст нам убийцу давайте здесь тоже церковь церковь шваби еще одного епископа кстати епископ добрался до прованса да работает наверное читает проповеди так и давайте в баварии еще заложим в австрии заложим поля да корсика потеряны итальянцы король англи умер денег на все не хватило человек без подбородка лорд фон бомбом минус 1 команда минус 1 сообразительности так что у нас франконе возвращаем германа ниски налог 106. Порт. На порт не хватило. Так, ну в любом случае у нас еще тысячи есть. Это корабли, значит. Лучше заказать корабли. Так. Давайте вот так расширять наши морские пути. Торговые. Давайте в Адриатику тоже стремиться. Тут посмотрите сколько портов. Портов. Так, все сдаю. Мне надо посмотреть. Да. Войска я не нанимаю, да? Это чревато. Так, у вас три поля улучшились. Два хода. Ярмарка построилась в Саксоне. Сейчас посмотрим. Альберферфен. Альберферфен. Вон Юнгенген. Слабый. В принципе верующий. Раздражительный. А это уже лорд Плитендорф. Раздражительный верующий. Корабли заказались. значит опять порта ну он стоит 750 ну где-то столько же у нас еще есть до так вот так вот сделаю вот эти на самом деле постройки пограничный форт очень важны какой-то момент очень много будет агентов и начнутся всякие убийства и прочее так смотрим честный порядок нормально все так ну какая у меня мысль что делать дальше конечно начнется с кем-то война скорее всего с францией но мне бы хотелось все-таки крестового похода организовать поэтому я пытаюсь отстроить экономику вот армии у меня армия есть я думаю что из баварии я заберу часть войск до бургунди отправим так давай к она тоже здесь можно переобучить отчет они не обратил внимание всегда наследник вырос принц фридрих история государства бритов годфрид монмунский что ли завершил свой живой и волнующий эпос история государства бритов его рассказ о жизни короля артура и подвигах рыцарей круглого стола полный живых подробностей и чудес популярны и узнать и и просто народе английский трон купается в отраженном свете при приобретает плюс один клеянию хотя люди отличены от вопросов истинной веры минус здесь как религиозного пылу в английских провинциях религиозный пыл и возможно вот это как раз параметр влияет на когда армия собирается костоносов вот чего я вспомнил так пороки добродетели гвидов фазану рожденный казначей отличный плюс 2 к сообразительности лорд плитерсдорф склочный плюс один к ужасу плюс 2 к доблести благочестивый лорд он же короче плюс 2 к набожности принц-фридрих стяжатель минус плюс один к сообразительности принц-фридрих великий воин нефига здоровье так фридрих будет наверное нашим барбаросса да я не вижу тут нифига вот он будь приобретаться так эти войска идут бургундию давайте посмотрим насчет фазану шесть перышек так чё тут у нас 110 339 строится порт наконец-то так держи а вот здесь вот здесь сержант ополчения в это потом мы построим точно может быть переобучить сержантов но потом обязательно факторию обязательно смотрите у нас есть возможность на корсику интервенцию осуществить герцог корсиканский курсика не знаю не не интересно можно было бы их купить посмотрим так корабль еще не готов здесь тоже пробегусь по провинциям 145 саксония уже приносит эссекс проложили в эссекс и нормандию торговый путь оу посмотрите померания нортумбрия эссекс дания фландрия нормандия круто ну фрис ландии все тоже самое как интересно подождите фрис ландии швейцария а дальше моря пошли посмотрите как регионы экономические поскольку нас там корабли что ли и это тоже дает а это дает расход так же флот находится все я понял вот это что 40 монет значит там два корабля почему то там дороже обходится содержание слизкий пролив 60 мы скоро зайдем в адриатическое море так доход у нас все таки невелик да невелик по моему кстати епископ построился нанялся когда же мне французы атакуют сто процентов атакуют сицилию отлучили так швабе королевский королевская резиденция построена и бастиону во франкуне отлично церковь провансе голод гены блин там и так вообще все херово такова я поддержу блин я поддержу папу наверно потому блин сицилистский флот два наших союзника атаковали друг друга мы не можем оставаться в союзе с ними обоими но не потеряем доблести если одного предпочтем другому нет сицилия не хочу быть в союзе так Рудольф Мерот человек принципа плюс 50 стоимости подкупа принц Людвиг набожный плюс император великий строитель представитель лояльности всех генералов плюс 10 удовольствия во всех провинциях вот это неплохо так ну и что мы воюем с кем-то теперь нет просто мы потеряли сицилию как союзника так что у нас тут во ну я говорил гена будет жопа ну хоть так так гарнизон нужно все таки права не содержать так так у нас даже два епископа я про них совсем забыл пускай вот помиранию так ну вот корабли открываем адрятику так а здесь что блин когда начнется война все эти связи будут потеряны так это ла-манш один регион да действительно из переход с фландрии на эссекс вискайский залив а это какой коста верде так так доход упал я мог бы конечно задирать налоги но не хочу отрицательные какие-то черты получать для генералов давайте посмотрим 145 да кстати королевские рыцари появились королевские рыцари здесь какая офигенная картинка это элитная королевская стража комбинация кольчуг защищенных лыжников и лошадей и копий делает их достаточно грозными но их преданность служение королю делает их воистину страшными короли и принцы командовали маленькими группами этих рыцарей получить еще королевских рыцарей можно возможно но это будет стоить вам немалых денег 20 человек содержание 62 монеты обладает скучительным натиском прекрасная атака великолепный боевой дух могут ударить без приказа хорошая защита броня ух ты сколько здесь все появилось галары сержанты плетчики лучники конные лучники короче можно переобучить да и это тоже можно переобучить ну переобучай здесь почему-то нормально было волнения здесь были да так быстренько пробегусь вот тоже можно поднять так ну чё здесь кузни появилась здесь же ресурс идет железо да это же что-то должно нам давать так замок даст круговая стена зам так это не то плавильщик придворная канцелярия мон монастырь литейщик колоколов бордель плавильщик ну а до плавильщика что-то должно быть нет ну а ну а ну а ну а ну а ну а церковь поставлю а чё церковь давай поля вот я совсем забываю что здесь надо в поля баварь 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 тоже наверное пустила надо построить так здесь войска переобучились это у нас герцог бургундский шуруй обратно пускай здесь будут низкие налоги так ну переобучать вроде никого не нужно сколько 2200 герцог корсиканский да нафиг у меня эта корсика сдалась правильно сушь а французы завоевывают англию потихонечку да уже завоевали можно сказать серьезный враг папа просит о поддержке оскорбленный и расстроенный нечестивыми лицами папа римский призвал к крестовому походу против их державы долг всех верных снов церкви покарать злодеев новое качество слабоумный лорд мерот минус двадцать довольств минус два к бывому духу а чё это ну здрасте ну здрасте м м печально так чуть по деньгам 927 корабли построились а я здесь не заказывал больше так но у меня задача какая здесь следующий ход давайте лучше факторе а потом уже городская гвардия деньги наверное я лучше оставлю так надо посмотреть что у нас тут ну французы отвоевали вообще полностью все еще навару зашли и захватывают британию опасно это все конечно крайне опасно так сколько сидит уже идет я что-то так увлекся надо заканчивать о сушки надо покупать швеция давайте вот что сделаем французов отлучили так порт генуя гвида физана невероятная отвага плюс 3 бомдух плюс 3 доблести арнольфон кастельян раздражительной так я хочу чтобы смотреть на могу давайте их подкупим 2000 ничего не заказываем так мы здесь вроде все успокоилась возвращайся не продай чуть-чуть здесь не то с именем ну вот нормально доход будем получать 415 отлично давай пока снимем это дело чтобы у нас подкуп прошел если куб подкуп пройдет на суда армию бросим швеция будет наш швеция очень богатый регион так давайте еще раз дам только здесь что посмотрю умер император конор 3 самая богатая француза надо думать взятка принято по всем богими нет нет так самое интересное это после смерти правителя могут быть волнения богими снижаем булин 405 доход так где у нас теперь император фридрих ну вот фридрих барбароса так 20 лет ему молодой из у него несовершеннолетний сын с этим наследование под угрозой а эти стали просто рыцарями видите еще один от и отряд вроде должен был быть здесь так что с доходом тысяч не шесть но никак не не раскачают доход так на деньги появились давайте здесь факторию он еще поиграем может полтора часа будет серия то как-то но на полусловие французами конечно войну бы устроить они отлучены от церкви но я пока не хочу это ввязываться не уверен я в себе вообще никак то есть когда придет час тогда и будем так это кто герцог бургундский пожаловал здесь еще герцог франк он ский ну и короче езжай туда так вот сделаем так а пока здесь сто процентов давайте конец хода посмотрим замок останется нет блин я вижу два отряда у вас гладить лично ска будет дождь вот так выглядит швеция на первые постройки нам попались ну слушайте это не хуже выглядит чем постройки в империи честно скажу ну там будут будут и побогаче населенные пункты на постройке так ну чё это что ну давай займем какую-нибудь позицию здесь непонятно наш атакует да было написано что оборона и не вижу противника где противник дождь сети закончился а ну вон уже почему не атакует там было написано возгладить оборона короче ладно пускай не отступает замок я не понимаю чё там как давай мы их выкупим блин голод лутаринги нормально с порядком все сука блин ну деньги потерял понимаешь и ну соединение не плохой товарищ то Дадим ему Стэн голубой зуб Так Значит посмотрим Что у нас тут нормально Денег немного 927 Подкупим еще Умер папа римский Ну вот В Сицилии Франции торжествуют Фактори в Генуе сейчас посмотрим Блин Да я желаю оставаться Союз папы римскими Безупречное благородство Лорд Отербах Пустребован духу минус 3 к ужасу Так я не воюю надеюсь Не не воюю Так сколько этот замок продержится Один год Ну и что его штурмовать Вот А этот Соответственно Стэн голубой зуб Получит потом Швецию Так Так Строим дальше Флот Или 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 Харе Пока Давайте на Генуе посмотрим Обалдеть 180 Торговля Продажа Соответственно Вот этого Шелка В Хорватию Не зря мы Пришли Сербия Сардиния Папская область Еще круто Очень круто Ну 11903 Значит Здесь ставим Городскую гвардию Чтобы переобучить Вот этот отряд Так И Возможна война С Италией Да Какие у нас тут Риски есть Могут В Австрию Могут В Тироль Вторнуться Ну У нас Бавария Как раз Прикрывает Армию Продармия Тут Небольшая Я немножко Ее ослабил Так Это сколько Стоит 400 Давай И вот здесь Еще церковь Кстати Как тут дела 51 Уже А здесь А здесь Все хорошо Тут мы доход Еще не получаем Так Так Церковь я заказал Заказал Здесь Казармы Вот эти Да Городская гвардия Потом Купца Надо будет Конечно Так Ну Мне нужно Армейские Отряды Делать Так Это нам Даст Кунных Арбалетчиков Цех Доспешников Мастерская Доспехов Это Следующая Будет Да Давай Короче Кавалерия Тоже нам Будет Нужна В будущем Ну что За Средневековья Армия Одни Пехота Это Нет Так Я не хочу Там Куда-то Итальянцы Двинулись Я не понял Инквизиция Поступает Сообщение Инквизиции В провинции Гене Кажется Инквизитор Взял На себя Задачу Пытать Судить И казнить Одного Из ваших Генералов Ситуацию Требует Вашего Внимания Или Часть Нашей силы Будет Потеряна Инквизитор Дон Джованни Дель Парма Обвиняет Гвида Фазана Вот он Скотина А он Его Убил Скотина Он Его Того Но нет Его Здесь Видите Вот 19 Ну у нас Тут Есть Гафредо Фазана Родственник Наверное Но у него Есть Благочестие Какое Никакое Нормально 558 Как вам Но это Торговля Это Торговля Друзья Мои Вот Пожалуйста Есть Ощущение Что Готовится Вторжение В принципе Я могу Нанять Несканаемников Содержание Содержание Так Здесь продолжается Штурм Когда они Остадутся На следующий ход Так Бургундия Нужно Тоже Строить Бастион Не сейчас Так Потом Блин Не посмотрел Общественный порядок Общественный порядок А это Бургундия Бургундия Какой силе Бургундия Бургундия Макеавелли Так Ну что Швеция Доход 227 Очень низкий Так Назначим Здесь Стран Глубой Зуб Ярлом Швеции Красноречивый Человек Принципа Подкупишь Слабые Принципы Человек Принципа Слабый Принцип Ну как Такой Может быть Пока Армию Придется Здесь Подержать Недорожно 1600 Да Два Отряда Викингов Викинги Лансмены Броня Броня В отличие от Викингов Есть 47 49 Так Ну что-то Я уже Подустал И мысли Нету Не очень Я доволен Этой серией Почему Потому что Ожидаемого Экономического Подъема Я не получил Да Наши Доходы Возросли Но Недостаточно Чтобы содержать Большую армию Надо бы Наверное Дальше Строить Корабли Но просто Корабли Понимаете Это Тоже Подать В зависимость Начнется Война Цепочка Прервется И я потеряю Очень много Доходов Поэтому Нужно Вкладывать И во Внутреннюю Экономику То есть Поля Поля Вот чем Я займусь Это Улучшением Полей Империи 100% Ну и потихонечку Нужно строить Постройки Которые будут Давать нам Более Менее Современные Войска С лучшей Моралью Лучшими Показателями Да Это Однозначно Ну такая Была Четвертая Серия За 7 Решите Откланяться Вам Как обычно Хорошего Вечера Играйте Тоталвары Пока Пока